Совместить приятное с полезным решила я, когда отправилась снимать этот сюжет. Дело в том, что около пяти лет назад я сама стала многодетной мамой и получила в Ленинском управлении социальной защиты населения соответствующий документ. Но недавно узнала, что имея полную семью, мы с супругом можем претендовать на звание многодетной семьи и пользоваться определенными льготами. Подготавливая необходимые документы, сотрудник управления Светлана Запкова рассказала мне подробно и о статусе многодетной семьи, и о том, какую помощь оказывает государство его обладателям. Последнее понятие многодетной семьи, которое действует на сегодняшний день. Многодетная семья – это лица, состоящие в браке, с которыми проживает трое или более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, либо продолжающих обучение в возрасте старше 18 лет по очной форме в каком-либо учебном заведении, но пока не исполнится 23 года. Одни из основных требований – все члены этой семьи должны быть зарегистрированы в Московской области, и родители должны состоять в браке. Если папа в этой семье, проживающий с вами совместно, и народивший вам троих детей, не решился стать членом вашей семьи и признать себя вашим мужем, государство бессилено в этом вопросе. Семья у нас здесь получается мама и трое детей. Если ваша семья подпадает под категорию многодетной, нужно собрать документы – паспорта, свидетельства о рождении, о заключении или расторжении брака, решение суда о проживании детей после развода с данным родителем, выписку из домовой книги и по две фотографии – три на четыре обоих родителей. В общем, все, что может подтвердить статус многодетной семьи и принадлежность детей именно к этой семье. И с этими документами необходимо обратиться в многофункциональный центр. В течение двух часов по регламенту документ должен быть готов. Теперь он поможет получить ряд льгот. Есть мера соцподдержки, которую установила Российская Федерация. Она издает свой закон, и она из своего бюджета эту льготу предоставляет. Если мера региональная, Московская область издает закон или постановление, и под нее закладывают деньги в бюджет. А есть меры муниципальные. Муниципалитет, глава района принимает какое-либо постановление, и под него закладывают деньги в бюджете. К сожалению, нет единого списка всех льгот, которыми можно пользоваться многодетным семьям. Но основные – это освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме проезда в электричках, и бесплатное питание в школьных столовых. Но по совету знающих людей, прежде чем платить деньги за какие-либо услуги, стоит поинтересоваться, а нет ли льгот для многодетных семей. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.